Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня, 6 июля, в понедельник, мы за прошедшие 4 дня делаем информационную сводку. На сегодняшний день, за прошедшие опять же 4 дня, повторюсь, 48 новых заболевших. И общим итогом это получается 608 человек в городе. И вот мы видим опять, что это опять тот же самый уровень, ничего не меняется. В среднем где-то по 15 человек в день у нас прибавляется количество заболевающих, вернее, зараженных вирусом, коронавирусом. Течение заболеваний у всех разное. Среди тех лиц, у кого есть заражение, которое подтверждается анализами, есть лица бессимптомные. Они, конечно же, начинают с нами спорить, не верят, что у них есть заболевания, говорят о ложноположительных. Но хочу всех заверить, что анализы у нас проверяются, что это уже подтвержденные диагнозы. Просто значит, заболевание проходит в бессимптомной форме. Более того, у некоторых людей вообще транзиторно. То есть какое-то время они выделяют, очень короткое время выделяют в окружающую среду этот вирус и благополучно перестают его выделять. При этом, кстати, не всегда вырабатывается иммунитет. Вот тоже очень интересно. Далеко не у всех переболевших вырабатывается хороший, надежный иммунитет против коронавируса. Но уже то, что бессимптомных людей становится и малосимптомных все больше и больше, это нас радует. Это говорит о том, что вирус делает огромное количество пассажей, что нарабатывается, он ослабевает при этом, что нарабатывается огромная масса людей, которые вот в такой именно форме переносят эту инфекцию. И значит, что мы постепенно, постепенно двигаемся к переломному моменту. Но пока мы по-прежнему на том самом плата, о котором мы твердим уже последние, наверное, две недели. Выздоравливающих. Ну вот из 608 человек, итогом заболевших, 297 итогом выздоровевших. То есть мы тоже видим, что активно болеющих, продолжающих болеть, тоже вот на этом плата у нас с вами последнее время, где-то в районе 300 человек, чуть больше, чуть меньше. Это тоже самый процесс, который говорит, что выздоравливающих становится все больше и больше. И мы сейчас вот на этом таком этапе, когда, переждав его, таким образом переборов его, мы можем уже ожидать некоторого снижения. Ну и, конечно, огромное количество вопросов, когда это все закончится, какие прогнозы. И прогнозы мы с вами видим от людей более сведущих, чем мы, и от хороших специалистов, и медиков, и ученых в медицинской области. И вы видите, что прогнозы очень неоднозначные. Самые осторожные прогнозы делают ответственные лица Минздрава, которые говорят о том, что мы можем вернуться к спокойной, нормальной жизни только к следующему году. Есть и утешительные прогнозы, есть разные. Но пока мы с вами видим, что те регионы, которые дальше расположены от Москвы, у них сейчас такой же идет процесс, как у нас на Растане. Значит, мы можем таким образом сказать, что мы можем ориентироваться и на тех, у кого заболеваемость уже спадает. И мы видим это и по другим странам, и по нашей Москве и Санкт-Петербургу, что заболеваемость на сегодняшний день там полностью не исчерпана, но уже есть достаточно большая прослойка людей, которая не дает заболеваемости перейти во взрывную волну. И количество тяжелых и летальных исходов резко уменьшается. Вот это то, к чему мы стремились, и это то, чего мы достигаем. То есть мы с вами растягиваем эту эпидемию у нас исключительно для того, чтобы не было смертей от COVID-19, и чтобы было как можно меньше тяжелых форм. Ну, а на сегодняшний день из болеющих 44 человека госпитализировано, 37 людей в нашей больнице, в клинической больнице, 50 из них, 18 средней степени тяжести, и 7 в Нижнем Новгороде. Там один тяжелый и еще три средней степени тяжести. Таким образом, из всех наших болеющих у нас, к счастью, сейчас только один тяжелый, и 21 человек средней тяжести. Вопросы, которые касаются того, что почему тяжелый так долго тяжелый, или легкий так долго легкий, это некорректный вопрос, потому что эти степени тяжести у разных людей меняются. Как вы понимаете, госпитализированы все время разные. Одни выздоравливают, другие, наоборот, попадают на больничную койку. Одни становятся тяжелее, другие легче. Поэтому сказать, что кто-то один легкий, это некорректно. Это нужно знать конкретных людей. Мы видим, что на самом деле динамика заболевания есть, и лечение имеет свои хорошие плоды. И мы видим выздоровление, хорошее выздоровление. Ну а по умершим напомню вам, что у нас есть смерть у одной женщины, у которой сопутствующее было заболевание COVID-19. В статистику от COVID-19 смертность не вошла, потому что смерть произошла по причине спрогрессировавшего основного ее заболевания, которое у нее было на момент, когда она заразилась коронавирусной инфекцией. И есть у нас иные еще лица, которые умерли в период пандемии от коронавирусной инфекции, но при этом коронавирус не выделяли и умерли от других. У нас есть умершие от пневмонии пневмококковой инфекции, там, где пневмокок вызвал пневмонию. У нас есть умершие от онкологии лица, которые тоже успели в пандемию переболеть и выделять вирус, но смерть произошла от их основного заболевания. Вот отсюда делаем вывод. Даже на нашем маленьком опыте нашего города уже видно, что в особой зоне риска люди с сопутствующими основными своими хроническими заболеваниями и лица старшего возраста. Поэтому, когда мы пытаемся ввести какие-то меры, мы в первую очередь помним и подразумеваем именно их. Мы должны защищать старшее и больное поколение. Вот именно их в эту сейчас сложную такую пандемию мы должны защитить и должны профилактировать. Ну, а вопросы насчет открытия магазинов, открытия фитнес-центров, которые продолжаются и которые всех мы ждем. Значит, напоминаю, что есть четко разработанные критерии, действующие на территории всей Российской Федерации. Разработаны они Роспотребнадзором, открытые в свободной сети. Вы можете их почитать. Мы сейчас с вами находимся на первом этапе снятия ограничений. И второй нам не светит до тех пор, пока коэффициент распространенности заболевания не упадет ниже. То есть, если вы действительно все очень хотите перейти на следующий этап, значит, нам нужно еще сильнее соблюдать меры профилактики, чтобы уменьшить количество заболевающих людей в день. А если, как звонящие мне и обращающиеся ко мне говорят, что наоборот, давайте быстрее переболеем, то это путь в обратном направлении. Тогда, если у нас будет много заболевающих, и вы выберете для себя путь, что давайте быстрее все дружно болеем, тогда нас не то, что с первого этапа снимут, нас вообще на карантин могут закрыть. Это на самом деле, напомню, это плохое и для экономики города, это плохо для конкретных людей, для их жизни, а самое главное, это плохо для наших слабых, ослабленных людей с хроническими, напомню еще раз, заболеваниями и в возрасте. Курорты, тем не менее, открылись. Все то же самое. Напоминаю, курорты работают, есть четкие показания, кого и с какими туда справками берут. Справку об отсутствии контактов и ПИД-окружения даем мы межрегиональному управлению и в Центре гигиены и эпидемиологии на бесплатной основе. Если нужно выполнение анализов для того и иного учреждения, куда вы едете отдыхать, значит, эти анализы для отдыха делаются на платной основе. В одной из трех лабораторий, которые тоже в городе на платной основе эти анализы делают. При возвращении с курортов вы обращаетесь к своему работодателю для того, чтобы понять, каким образом будет проведен порядок вашего возвращения на работу, выхода на работу. И он будет разный в зависимости от того, откуда, как вы вернулись, где была какая заболеваемость, изменилась ли эпидобстановка там, где вы были, в месте расположения курорта или в нашем городе, и был ли контакт с инфекционным больным. Все это мы с работодателями проработали. По детским оздоровительным лагерям много вопросов. Спрашивают, куда можно ехать, куда нельзя ехать. Ответ пока очень простой. Ни один еще детский оздоровительный лагерь не открылся, поэтому ехать пока некуда. Разговор пока вести не о чем. С организаторами детских оздоровительных лагерей мы работаем плотно, и мы понимаем, что нас ждет, и в каком случае мы какие мероприятия должны проводить. Скажу лишь, что, опять же, детские оздоровительные лагеря могут открыться только на третьем этапе снятия ограничений. Мы пока не подошли даже ко второму. Ну и сейчас установилась жаркая погода. Это для нас чревато тем, что, конечно же, люди в жаркую погоду однозначно снимают маски. Вот я это вижу и слышу от многих, что нам и так трудно в масках работать, а в жаркую погоду мы их вовсе одевать не хотим. Я хочу напомнить, что в данном случае первым и самым главным для нас критерием является расстояние, дистанция от любого человека и разобщение. С тем, чтобы не было на работе, это касается каких-то совещаний с большим количеством участников, это различные мероприятия, которые вы вместе проводите по работе или вне работы, это совместное чаепитие, это курение, это прием пищи, это прибытие на работу и уход с нее. Ну а дома понятно, что мы видим, что даже в семьях, где есть больные, не всегда заболевают все контактные лица. Это тоже зависит от степени контакта. То есть вот эта простая мера разобщения и дистанция на самом деле, несмотря на свою простоту, наиболее действенна. Купание. Купание в наших водоемах сейчас возможно. Напомню, что анализы воды мы выполняем примерно один раз в 10 дней. На сегодняшний день купание в наших городских водоемах разрешено. И полезно, конечно, за исключением того, что детям нельзя давать глотать эту воду. Все-таки вода в водоемах достаточно грязная, если рассматривать ее как воду, которая попадает деткам в желудочно-кишечный тракт. Все остальное у нас остается на прежнем уровне. Желаю вам соблюдать меры профилактики. Не болейте. Здоровья. Всего доброго. До свидания.